Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и консультанты. Сегодня у нас тема наставничества. Давайте немножко познакомимся. Зовут меня Курячая Татьяна. Проживаю я на Урале, город Мяс Челябинской области. 23 года я в компании Фаберлик. 13 тысяч консультантов в моей структуре в настоящий момент. В 45 странах мира, ближайшего зарубежья и дальнего есть у меня консультанты. Где-то есть лидерские структуры, где-то просто по одному. Практически в каждом городе России точно так же есть наши консультанты, наши структуры, поэтому тема наставничества для меня особенная и актуальная. Ранее я работала постоянно в оффлайне. Сейчас в настоящий момент я предпочитаю онлайн, и мне это больше нравится. Итак, переходим. Наставничество и сопровождение. На самом деле это очень важный фактор, потому что если вы будете просто приглашать людей, регистрировать, но не будете их сопровождать и не будете наставником для них, то как они пришли, так они и уйдут. Поэтому это нужно обязательно в своей деятельности учитывать. Давайте разберемся. Очень многие боятся слова наставничества и говорят, «Ой, я не смогу, я не так». Вот смотрите, я взяла за пример просто обычную жизнь, обычную работу. Когда-то давно я работала на заводе, и у меня был наставник, и я работала со станками программного управления. Когда, например, приходит человек становиться поваром, то у него тоже есть наставник, который направляет, показывает, объясняет, потому что опыт, приобретенный наставником, даже если он маленький, он все равно гораздо больше, чем просто у новичка. Также врачи, когда, даже если они обучились, и там 6 лет отучились, и даже диплом у них с красным, красный диплом с пятеркой, все равно есть наставники, все равно есть кураторы, люди, которые подсказывают, потому что в жизни очень часто бывает совершенно по-другому, не так, как научили. Родители, они тоже являются наставниками, поэтому, если вы в себе узнали кого-то из этих людей, вспомнили, что у вас были наставники, когда вы приходили на обычную работу, или ваши родители были наставниками, то в сетевом маркетинге наставничество это один из самых главных факторов для того, чтобы расти и развиваться. Зачем быть наставником? Вот такую картинку поставила, потому что очень многие новички, которые приходят, у них точно выражение лица такое. Первое. Новичок не знает и не понимает сути сетевого маркетинга. Он пришел, и для него это все незнакомо. Второе. Он не верит в себя и в свои силы. Именно наставник может помочь. Третье. У него, естественно, есть страх, что вдруг не получится. И именно наставник в данной ситуации помогает новичку. Например, мой наставник, когда я только пришла в MLM-индустрию, он мне говорил, я говорю, я боюсь. Он говорит, давай вначале сделаем, а потом вместе бояться будем. Я эту фразу помню до сих пор, потому что когда... Теперь я уже передаю эту фразу своим консультантам и новичкам. Четвертое. Ну что поделаешь, видимо, не судьба. Когда новичок или консультант попробовал, попробовал, у него что-то не получилось, а наставник его не поддержал, не помог, то он уже решает так, что не судьба. Пятое. Имею ли я моральное право убедить человека, особенно если новички приходят не просто пользоваться, а если они приходят на продажи и начинают с каталогом ходить, если они приходят на рекрутинг и строить бизнес, то у них очень часто возникает такой вопрос, имею ли я право убедить, потому что я не знаю, я сам только начинаю, а вдруг это неправда. И много-много таких сомнений. Это не оправдание, это сомнения, это страхи. Шестое. Это же мне нужно, а не ему, то есть тому человеку, кому я предлагаю, или зарегистрироваться, у него часто возникают такие мысли, или, например, клиенту, которому предлагают продукт, и поэтому вот здесь вот идут вот эта вот неуверенность. Седьмое. Что толково? Я делаю, делаю, не получается. Возможно, многие из вас такую фразу произносили, кто-то на самом начальном этапе говорил, я делаю, делаю, у меня не получается. Кто-то спустя длительное время также говорил. А представляете, когда к вам приходит новичок, а вы как наставник его не поддерживаете, то он очень-очень-очень быстро уйдет, потому что у него не получается, не потому что не получается, потому что вы не показали путь, куда идти, не поддержали своего новичка. Восьмое. Вдруг я позвоню, а мне откажут. Очень много вот таких страхов. Возможно, и среди вас есть люди, которые только в начальном пути, и вам знакомы эти мысли, которые я сейчас озвучиваю. Девятое. Ладно, этот период пусть будет, как будет. И очень многие пропускают свои возможности, особенно на начальном этапе. Десятое. Осталась всего одна неделя, и я уже не успею. Многие опоминаются поздно, потому что они не привыкли, что идут каталожные периоды, что идут определенные даты, когда нужно обязательно оплатить заказ на определенную сумму баллов для того, чтобы войти в какую-то акцию, в какую-то стартовую программу, еще куда-то. И вот здесь как раз, конечно же, наставник должен быть. Если наставника нет, то вот все новички, которые говорят вот так, или консультанты на первоначальном этапе, не получив наставнической поддержки, как следствие обязательно происходит это, падение у них происходит, разочарование и уход из компании. Они просто ничего уже потом не хотят, потому что нет наставника. А на самом деле в реальности не то, что вы думаете, не то, что думает новичок, на самом деле все по-другому. И именно наставник может показать вот эту красоту, вот эту уверенность дать, подсказать, помочь, провести тренинг совместного действия, вместе за руку провести, и сказать, так не страшно, когда мне звонят мои новички, или задают вопросы, или я там, например, прозваниваю, мы с ними договорились, где мы будем общаться, то когда я их провожу за руку, даже несмотря на то, что не выходя из дома, по телефону, я говорю, нажмите эту кнопочку, нажмите вот эту кнопочку, нажмите вот сюда и сюда, и когда новичок это делает, он говорит, ты все что ли? Я говорю, и все. И он успокаивается, и он понимает, что не страшно. Очень часто я своим консультантам, новичкам говорю, запомните одно правило, не бывает глупых вопросов, бывает ошибка, что вы боитесь задать вопрос, а на самом деле не то, что вы думаете. Я вам скажу пару кнопок нажать, или просто за вас это сделаю, потому что и бывают ситуации реальные, где нужно просто помочь, написать в обратном связи, многое другое, и это все не сложно, то в данной ситуации новичок понимает, что у него есть поддержка, есть человек, которому он может всегда обратиться за помощью. Новичок – это тот человек, который вот как вот это маленькое деревце, его нужно удобрять, его нужно оберегать, не оберегать в плане того, что сисюкаться, а в плане того, чтобы помочь, подсказать, направить. И сегодня мы с вами вкратце, буквально несколько этапов, посмотрим, как это делается, прям буквально совсем чуть-чуть. Как же стать наставником, основные этапы сопровождения, чтобы убрать те вопросы, которые возникают у наших новичков. Ну, первое и самое, наверное, главное – это познакомиться и включить новичка в разные процессы, в разные ресурсы, многое знакомое. Первое – обязательно знакомство, фиксация данных в телефоне. Обязательно запишите себе в телефон, в свою телефонную книгу данные вашего консультанта. Я обычно пишу НК, для меня эта аббревиатура подсказывает, что этот человек – консультант. Второе – я пишу фамилию, имя, и пишу, так как у меня много стран и городов, я пишу, из какой страны или из какого города. Тогда мне легче ориентироваться, что иногда бывает, звонит, например, консультант мне, а он издалека, и он потратит очень много денег. Поэтому я ему предлагаю перезвонить ему, потому что у меня безлимитка, и мне это выгоднее. Здесь я показываю, насколько я уважаю данного человека, и человек это ценит и понимает. Второе – отправка смс. Можно отправлять смс знакомства, если, предположим, у человека нету мессенджеров. Но в любом случае, если у него есть мессенджеры, то можно смс такое же отправлять в любом мессенджере. Вы, когда внесете данные консультанта в свою телефонную книгу, то третьим этапом вы делаете поиск консультанта, где он есть – в Вайбере, в WhatsApp или в Телеграме. И тогда вы можете уже с ним соединиться и уже определиться, как ему удобнее общаться, в каком мессенджере. Получается, что и он там может вам позвонить и не тратить деньги, и вы там можете написать какое-то, что-то про акцию, еще что-нибудь. Когда вы найдете своего консультанта, четвертое – это соединение и обозначение. То есть вы ему пишете «Здравствуйте, я наставник, я могу вам помочь». Текст может быть абсолютно разный, но вы пишете, что вы его наставник в компании «Фаберлик», что вы его куратор в компании «Фаберлик», что вы готовы ему помочь и подсказать. Не все новички реагируют нормально, но это норма, это люди. Мы все живые люди, кто-то побаивается, а вдруг мошенники. Но в любом случае, если у него пришла смс с вашим номером, и вы ему позвонили, и вы с этого номера позвонили, у него это высветится. Или вы написали, а потом позвонили, то вы гораздо быстрее с ним состыкуетесь. Пятое – созвон с новичком, консультантом. Время индивидуальные, абсолютно разные. Это вы договариваетесь, когда ему удобно. Вы можете написать в мессенджере, когда вам удобно, чтобы с вами созвониться. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Там вы можете уже определить потребности, это вот шестой этап, определить потребности данного новичка и уже распределить его по целевым аудиториям. Какие целевые аудитории среди новичков могут быть? Это человек просто… Я задаю, например, вопрос. Здравствуйте, вы зарегистрировались в компанию Фуберлик, потому что захотели просто пользоваться со скидкой или вы хотели бы зарабатывать деньги? Я не говорю сразу же про бизнес, потому что это может напугать. Конечно же, есть люди, которые четко идут на бизнес и там совершенно другой разговор. Но чаще всего большинству я задаю вот этот вопрос. Вы пришли пользоваться со скидкой или вы хотели бы зарабатывать? Если человек мне говорит, я хотел бы зарабатывать, то я уже делаю подборку и отправляю определенную информацию для данного консульта, новичка, на что ему необходимо обратить внимание. И здесь вы уже определяете. Может быть, человек пришел зарабатывать для того, чтобы продажи делать, консультационные продажи. А может, кто-то захочет строить бизнес, и такие у вас тоже появятся. Но здесь очень важно определить на первом этапе, куда пришел человек. Тогда вам легче будет с ним работать. Тогда вы, как наставник, сможете гораздо проще ему предложить нужную информацию конкретно под него. Седьмое. Направление на деятельность. Это проверка включения в ресурсы. Что это значит? Первое. Это, возможно, у вас есть какие-то обучения. А они должны быть. Возможно, у вас есть какие-то чаты командные в мессенджерах, и вы туда их, людей, вводите, новичков. Есть какие-то общие чаты, в которые разрешено зайти всем, которые нейтральны. Например, как у нас есть чат в Телеграм по продукции, и он нейтрален. Там мы все консультанты разных структур общаемся и делимся опытом по использованию продукта. И вы можете своего новичка ввести туда. Это вам будет огромное подспорье. Восьмое. Проверка, изучение материала и приход на вебинар. Это для тех людей, которые конкретно пришли, например, или на продажи, или конкретно для построения бизнеса. Обычные потребители, которые пришли просто пользоваться со скидкой, здесь не нужно у них проверять, здесь важно контролировать, чтобы они не пропустили, не вылетели из акции. Ну и сумму заказа, потому что многие не понимают, какие у нас есть суммы заказа, и в этой ситуации очень важно подсказать. Не бойтесь быть наставником, даже если вы в начале пути. Вы все равно знаете гораздо больше, чем ваши новички. Гораздо больше. Вы знаете, как зайти в личный кабинет. Вы знаете, как оформить заказ. Вы знаете, как выбрать пункт выдачи. Вы знаете, какие продукты идут по акциям. Вы знаете, какое приложение нужно установить на свой телефон. Вот этими своими знаниями, которые у вас есть, именно ими вы и делитесь со своими новичками. Если вы, как наставник на начальном пути, вам задают какие-то очень такие умные вопросы, у вас у всех есть наставники, директора. Обратитесь к своим директорам. Задайте им данные вопросы. Директор может, во-первых, вам помочь провести бизнес-встречу с вашими консультантами. Как наставник вышестоящий он может вам подсказать. И в данной ситуации вам будет гораздо проще. Вы вначале становитесь самостоятельным наставником. Но если вы не справляетесь, то вы обязательно обращаетесь к вышестоящим наставникам. У нас именно в сетевом маркетинге это очень хорошо сложено. Здесь действительно каждый наставник рад помочь. У него даже мысли не возникает вам не помочь, потому что он кромно, каждый наставник кромно заинтересован, чтобы у вас все получилось и чтобы получилось у ваших новичков. Итак, как стартануть? Как стартануть на самом начале наставничества? Ну, первое. Вопросы к вам. Задайте себе несколько вопросов. И обязательно на них ответьте. Возможно, в тетради. Что необходимо делать с новичком в первую очередь? Вот что, какие были у вас ситуации, когда вы были новичком, какие у вас возникали вопросы? Вспомните просто себя и запишите это. И тогда вы четко подберете материал, который вы будете предоставлять своему новичку. Второе. С какими проблемами и трудностями может столкнуться новичок в самом начале? Там очень много трудностей. Конечно, он вам подскажет и сам скажет, какие трудности. Но если вы будете к этому готовы, и у вас будет сохраненный материал на данный вопрос, то вам не нужно будет долго думать, бегать и искать. Я, например, в Телеграме у меня есть специализированные чаты самой собой, которые я завожу. И у меня там есть материалы, я прям так и назвала. Материалы для работы с новичком. И у меня там все, что мне задают вопросы мои новички, как я им отвечаю, я туда фиксирую. И когда этот вопрос возникает, а он возникает очень часто, и у многих я просто там копирую и перекладываю своему новичку. Мне не приходится повторно тратить время на то, чтобы написать текст. Я его выложила и потом просто уже спрашиваю, напишите, получилось у вас или нет. Третье. Какие вопросы он может задать вам? Я вам уже об этом говорила. Просто вспомните себя и напишите, какие вопросы, и подготовьте материал. И четвертое. Что самое необходимое для новичка на первом этапе? Очень многие начинают рассказывать. Маркетинг, планы, многое другое. И иногда это зря. Даже если человек пришел строить бизнес, все расчеты по маркетинг-плану в первом начале, я против этого. Возможно, вас наставники учили по-другому. Но я точно помню, что когда мне рассказывали в самом начале маркетинг-план, я вообще себя чувствовала глубоким идиотом, потому что вообще я ничего не понимала. Но зато, когда мне показали доходы, которые я могу получать, и что нужно делать для того, чтобы со мной, когда работал наставник, для того, чтобы это заработать, вот это я поняла сразу же. Поэтому подумайте. Итак, самоопределение. Первое, что должен сделать ваш консультант, а вы должны его натолкнуть как наставник, будет человек. У нас есть три возможности в компании Фаберлик. Это пользоваться со скидкой продукции для себя, для семьи, ну, иногда кому-нибудь, ну, продавать, друзьям там это. Второе, зарабатывать быстрые деньги. Это когда производятся консультационные продажи на 200, на 300 баллов, то есть более 100, если человек заявился именно на продажи. Здесь быстрые деньги, разница с продаж. И третье, это построение структуры или как рекрутер может приводить запросто людей, и вы его туда направляете. И когда вы это самоопределение подскажете своему новичку и направите, и дадите достаточный материал, вот, который именно по этим направлениям, где он самоопределится, ну, вы должны обязательно об этом поговорить со своим консультантом. Вот тогда действительно вам будет легче работать с вашими консультантами. Естественно, второе, это помощь и поддержка. Только помощь и поддержка. Не нужно за него это делать. Иногда нужно лучше дать не рыбу, а удочку. Когда вы даете рыбу, то есть он говорит, не могу оформить заказ, вы говорите, хорошо, я сейчас оформлю. На первом этапе первый заказ, может быть, и стоит помочь. Но гораздо лучше, если вы дадите удочку, как я говорила, проведете за руку по телефону, нажмите сюда, установите вот это, сделайте вот это, нажмите туда. Вау, я вас поздравляю, вы такой молодец. У вас все получилось, вы все смогли сами. Вы поддержку оказали, вы оказали помощь и направили. Если вы сразу же на первом этапе поможете и направите своего новичка, как нужно делать, что нужно делать, не будете давать рыбу, а будете давать удочку, то он потом сам будет с этим справляться запросто. Это, во-первых, во-вторых, когда он начнет приглашать своих друзей, он с легкостью передаст свой опыт, так же, как вы, он передаст своим консультантам. Третье, это обучение и навык. Обязательно нужно обучать своих консультантов, новичков. Это обязательно по тому направлению, которое они выбрали. Если это, например, покупатель, просто со скидкой, то полезный материал о разных продуктах. Например, видео, как подбирать, что лучше. Вот такие рекомендации, вот такие обучения. И консультации, например, давайте подберем для вас комплекс. Вы показываете свой навык и заодно учите, как правильно составлять комплекс для себя любимого. Если это продавец, здесь более углубленное обучение. Вчера Дарья вам давала тему важности обучения. Для продавцов обязательно обучение. Как продавать, как работать с клиентами и много-много такого. Если построение бизнеса, здесь еще больше. Если это рекрутинг, здесь очень много. Поэтому обучение должно быть дозировано, но полное для каждой целевой группы, для каждого выбора вашего консультанта. Следующий этап. Решение проблем. Бывают ситуации, когда новичок не может справиться. Не потому, что у него нет компетенции, а потому, что он физически не знает, как это сделать. У него на самом деле возникли проблемы. Он на самом деле не может никуда зайти. Ну, они разные бывают проблемы такие, с которыми он к вам обращается. И вот здесь, если вы поможете ему решить его проблему, успокоите и покажете, что все абсолютно не страшно, и чем больше вы ему покажете, что все решаемо, что никаких проблем вообще нет, в данной ситуации действительно ваш новичок, ваш консультант будет вам предан, он будет понимать, у меня действительно замечательный наставник, он никогда меня не бросит в беде. И, естественно, ваш личный пример. Если вы говорите своим консультантам делать 50 или 100 баллов, а сами этого не делаете, ваши консультанты никогда не будут это делать, если вдруг к вам из другой компании не придет, например, лидер или человек, который знает принцип сетевого маркетинга. Если вы сами не будете рекрутировать, то никогда ваши консультанты не будут рекрутировать, потому что они всегда на нас смотрят. Они смотрят на нас, что мы делаем, как мы делаем, где мы обучаемся, о чем мы говорим, и они всегда хотят повторять нас. Это первое. Второе. Если вы самостоятельно не будете проходить и расти как профессионал, то вы никогда не сможете расти как наставник. У вас опыта будет недостаточно, и вам передавать своим новичкам будет совершенно нечего. А теперь у меня к вам будут вопросы, которые вы, прочитав, обязательно задайте себе. Задайте себе эти вопросы и определите, наставник ли вы на самом деле. Потому что именно вот эти ответы на данные вопросы «да», чем больше «да», значит, вы действительно наставник, может быть, в начальном пути. Итак, первый. Считаю ли я себя наставником? Второе. Скольких консультантов я сопровождаю сейчас? Третье. Сколько консультантов в моей структуре? Каждый наставник должен это знать. Но задайте себе этот вопрос. Четвертое. Со сколькими консультантами мы так и не познакомились? Пятое. Сколько лидеров в моей структуре? Шестое. Скольких лидеров я сопровождаю сейчас? Седьмое. Сколько консультантов повторяют вас? То есть меня, как наставника, сколько консультантов повторяют? Сколько дублицируют? Сколько делают так, как я? Восьмое. Сколько консультантов у вас ходят на обучение, мероприятия? Девятое. Сколько консультантов вы прозваниваете в один день? То есть каждый день. Десятое. Количество новичков в структуре, сколько у вас приходит каждый день и за каталог. Одиннадцатое. Количество удаленных каждый период. Это уже для тех структур, которые уже крупные. Если ваше количество новичков, которые приходят, гораздо больше, чем тех, которые уходят, значит вы очень хороший наставник. Значит вы смогли помочь вашим новичкам, вашим консультантам поверить, что компания Фаберлик великая. Поверить, что здесь самый лучший продукт. Поверить, что на самом деле только здесь они могут получить все 33 удовольствия. Если у вас по одиннадцатому пункту количество удаленных намного больше, чем количество новичков, значит ну первый вариант вы вообще не рекрутируете, это очень плохо, у вас никогда не будет роста. Или второй вариант, что вы как наставник не состоялись, вы никогда не были наставником. Вот эти вопросы задайте себе, ответьте на них и определите, если в каких-то пунктах у вас стоит нет, то значит над этими пунктами вам необходимо работать. Знаете, есть такое правило, неудачник не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и им не воспользовался. Когда у вас приходят новички, то сделайте так, воспользуйтесь данным шансом, чтобы потом не чувствовать себя неудачником. С вами была Куряча Татьяна. Отличных вам рекрутингов, большое количество консультантов в разных странах и огромное количество лидеров, преданных вашей структуре, потому что вы великий наставник.